Больше тысячи лет назад жил этот подвижник Божий, основатель Киево-Печерской Лавры, великий отшельник, молчальник, молитвенник, который своими молитвами остается по-прежнему со своим народом. Для людей светских и даже для некоторых церковных, такие люди, как преподобный Антоний, это большая проблема. Конечно, спустя много веков мы можем сказать, что он святой, канонизированный, вот и монастырь есть. Но если применить к нему те требования, которыми современный человек измеряет и свою жизнь, и жизнь своих современников, то выяснится, что к нему большие претензии, к этому человеку. Вы подумайте, X век. Русь раздирают противоречия, князья воюют за власть, осаждают то печенеги, то половцы. Родные братья между собой воюют, никак не могут поделить чей удел. Князь Владимир против брата, брат против Владимира, какие-то коварные планы, схемы, чтобы захватить соседнее княжество. Нападают друг на друга, рвут по-живому единый народ фактически. Хотя, конечно, русское государство тогда было в самом зачатке, безусловно. Но, тем не менее, распри были шекспировского масштаба. И вот молодой человек живет в городе Любича, рядом с Черниговым, небольшое селение. Ему бы все силы свои молодые и таланты отдать на то, чтобы жизнь сделать лучше. Понимаете, пойти в армию, устроиться, например, в дружиннике князю, может быть, сделать карьеру, помирить князей, может быть, улучшить налогообложение, внести свою лепту в развитие здравоохранения, социальной сферы, может быть, двигать науку и образование. Мало индустриализации было в то время еще, понимаете? Не хватало промышленных масштабов России. А он вместо этого всего, вместо таких хороших, замечательных планов и призывов, уходит в монастырь. Молодой, здоровый, талантливый парень. Пешком идет на Афон, там принимает монашество, в строжайших духовных упражнениях обучается этому искусству удивительному, прививается к школе древнего монашества. И потом, по благословению своего старца, возвращается на родину, в Киев. И там роет себе пещеру в отвесном, крутом склоне Киевского холма. Таких людей, которые от большого дела бегут куда-то, нас называют дезертирами. А почему называют дезертирами? Французы так начали впервые использовать это слово по отношению к пустынникам. Потому что дезерт это пустыня. Пустыня. Тот, кто уходил в пустыню от большого дела строительства, государства, общественной работы, называли пустынником, дезертиром. И вот по всем светским нормам Антоний Печерский, которого мы прославляем, и говорим, что он великий человек, он дезертир. Понимаете? Это же невыносимо. Он действительно дезертир, потому что он пустынник. И вот этот человек таким парадоксальным шагом, который не одобрял никто из его близких, и даже в следующем поколении, когда начали приходить к нему ученики, как преподобный Феодосий Печерский. Это не вызывало энтузиазма у близких и родственников. За Феодосием Печерским, молодым, тоже цветущим, талантливым юношей, приехала мама. Руки убоки, я тебе поспасаюсь. И вытащила его из пещеры, устроила драку, скандал страшный. Были некрасивые совершенно сцены, недостойные основания Печерского монастыря, но это было. И тем не менее старец Антоний всю свою жизнь, трудную, постническую, провел на этом месте, по благословению старца, куда его старец направил, как солдата, поставил на пост. Вот так вот он и остался в Печерской лавре. И похоронен там, в неизвестном месте. И не сдвинешь его, потому что это его молитвенный пост. И к нему сошлось так много людей, которые там, в этих пещерках, спасались, молились, закапывались вглубь земли. И это произвело на несколько поколений русских людей такое сильнейшее впечатление, что преподобных Печерских старцев впору называть равноапостольными, потому что они нашли правильный ключ проповеди евангельских слов. Они поняли, как достучаться до сердец грубых, очень плотских русских людей, которые погибали в язычестве. Это же было детское состояние души. У Агнии Барто есть такое стихотворение, забавное, трогательное. «Мне не хватает теплоты, сказала мама дочке. А дочка отвечает, мёрзнешь ты и в летние денёчки? Ты не поймёшь, мала ещё, сказала мать устала. А дочь кричит, я поняла, и тащит одеяло». Ребёнок понимает всё буквально. И вот преподобные старцы, святители Христов, выходили к русскому народу, очень грубому, который понимал, вот земля, вот меч, вот крепкая моя рука, вот у меня лошадь есть. Это то, что можно потрогать. И тут приходят люди и говорят, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Какое сердце? У меня бьётся нормально. У меня всё хорошо. Стенокардии нету, не наблюдается. Ему говорят, в глубине нужно сокрушать своё сердце, в самой глубине молиться Господу. В какой глубине? Закапываться в землю, что ли? И старцы действительно закапывались, чтобы оттуда достучаться до сердец, чтобы превратить свою жизнь в осуществлённую метафору, если хотите. И показать верность евангельских слов, силу евангельских слов, потому что то, что потрясало современников преподобного Антония Печерского, это то, что они видели, они сильные русские мужики, которые способны были, как летописи говорят, в бою, одним взмахом разрубать соперника до седла. И так целый день бороться. Представляете, какие были крепкие ребята. И они понимали силу, они понимали только то, что можно потрогать. И вот приходят старцы, которые не отличались, знаете, субтильностью тоже, они не говорили, не цитировали, как есть стихи поэтов, не листали книги, не изучали языки, они своей жизнью показывали вот эту силу и мощь Евангелия. Такую силу, перед которой наши крепкие ребята с крепкими железными мышцами дрогнули и прониклись глубочайшим уважением перед подвигом Антония Печерского, Феодосия Печерского, тех старцев, которые сидели добровольно, уходили в затвор, в глубину земли и питались одной просфорской в день. Кружка воды и просфорка, и все. Не наши эти праздничные просфорки, эти, знаете, там месяц ешь и никак не думаешь, где же оно там заканчивается. А такие дробные просфорки, как горошинки. Сидит, Богу молится, тем более молились не по книжкам, потому что большинство из них были неграмотные, наизусть выучивали псалтирь, наизусть. Уходили по подземлю, сутками молились, на хлебе в воде, презирая болезни, все, что влечет за собой, вот такая жизнь. В землю себе закапывали. Это потрясало воображение русских, грубых русских людей. И они переживали какой-то внутренний переворот. У них сердце таяло, как масло в жаркую погоду. Каменные сердца сумели они растопить этими своими подвигами. И показали, что Евангелие сильнее всех ваших крепких мышц. Евангелие сильнее железа, копий, мечей, конниц, колесниц. Оно сметает это все в одночасье. Ничего этого не остается, потому что никто не может устоять перед ликом Христовым. И не случайно наши с вами предки на свои знамена уже в древности вешали изображение спаса нерукотворного. Потому что они понимали, вот это сила. И старцы Печерские нашли правильный подход к русскому человеку. Нашли единственную верную тональность проповеди евангельской для русского человека. Вот такие это были люди. Много не говорили. От Антония Печерского не осталось ни книжек, ни наставлений, ни проповедей длинных. Как я тут кажу, все, никак не остановлюсь. Хоть бы кто микрофон от меня отобрал уже. Делом они были сильны, крепки. И посмотрите, тысячу лет стоит Печерская Лавра. Какие только клоуны не бросались на эту Лавру и сейчас бросаются. Все уйдет, смоет их всех. Пена это уйдет, придут другие гонители, мучители, а Лавра будет стоять. Сколько бы не пришлось вытерпеть людям, верующим. потому что молитвы старцев великих крепких мужей, которые перед Господом стояли как столпы, как монолиты, скалы, их не сдвинешь. Даже если будет казаться, что все, все погибло. Нет, нет, их молитвы никуда не уйдут. Поэтому, друзья мои, мы под серьезной защитой, под очень крепкой рукой мы находимся. У нас святые, так, Боже мой, я вам скажу. Ребята крепкие очень. И под этой защитой, за этими плечами, за их молитвенными благословениями мы, знаете, с вами выстоим и действительно всегда получим от них поддержку, потому что рядом с этой удивительной крепостью было всегда нежное русское сердце, сердце милующее ко всей твари, добродушное всепрощающее русское сердце. И оно бьется у нас в груди, потому что тот, кто говорит по-русски, тот и русский на самом деле, тот и причастен к этому молитвенному щиту, который нас всех, русских людей, защищает. Аминь. Спасибо.